Приветствую вас! Я бы хотел начать с того, с того, что заметят. Вы можете сделать запись разговора этого человека и предоставить запись разговора руководству. Если руководство не реагирует на ваши жалобы только потому, что он не видит его в, так сказать, честной обстановке в естественной среде. То есть, понимаете, если есть вариант, если есть цель человека завалить, если есть цель человека как-то вот, ну, не знаю, не скомпрометировать, а норить компромат. Мне кажется, что в современных условиях, при современном уровне развития технологии, это сделать достаточно легко. Вы просто берете на мобильнике, включаете диктофон, он с вами говорит, диктофон работает, потом вы приходите домой, обрезаете запись, которая вот, ну, которая лишняя, оставляете куски самые интересные, склеиваете их, посылаете руководству. Все. Профит, профит. Доказательство, доказательство. Еще и за оскорбление можно, в принципе, и в суд подать за нарушение, то есть, за нанесение морального вреда. Вот. То есть, почему вы этого не сделали или не догадались этого сделать, ну, для меня загадка. Вот. Это первое. Второе. Вот, я бы рекомендовал, знаете, читать вам про оральное поведение. Вот, серьезно. Вы лучше поймете, о чем идет речь. Вы лучше поймете, какой человек ваш коллега. Вот. Я скажу просто, что человек проявляет так свою потребность во внимании и в любви к тебе. Это очень недолюбливый человек. Вот. Ну, вы подробнее прочитайте об этом про оральное поведение, если вам это интересно, если вы хотите понять, для чего он так делает. Другое дело, что никакой реальной пользы от этого вам не будет. Никакой реальной пользы вы не получите, если поймете мотивы поведения человека. Почему? Потому что для вас ничего не изменится. Ваше восприятие этой ситуации не изменится. И тут у меня уже к вам возникает вопрос. Для чего вы хотите понять его поведение? Зачем вам знать, для чего он так поступает? Что вам даст смысл того, что он делает? Это важный момент, на который вам стоит обратить свое внимание. Дальше. Вы пишите, значит, что человек из серии, что думаю, что я говорю, значит, соответственно, может разговаривать там про неприятные вещи, когда люди едят и так далее. Знаете, вам не понравится, предупреждаю то, что я скажу сейчас. Поэтому, в принципе, если вы не готовы слушать вещи, с которыми вы, может быть, не согласны, или если вас раздражают какие-то вещи, с которыми вы, может быть, не согласны, то, в принципе, аудиозапись можете на этом моменте выключить. Я вам дам несколько секунд, чтобы это сделать. Если вы продолжаете слушать аудиозапись, то, соответственно, я продолжу. Есть нотки, элементы, элементы, я, по крайней мере, почувствовал элементы зависти, что человек, что говорит, что думает, то и говорит. Вы так не можете. Я чувствую элементы зависти в том, что человек более свободен, чем вы, то есть он свободен, он что хочет, то и говорит. Я чувствую элемент зависти в том, что он, видимо, более адаптирован к окружающей среде, чем вы. То есть он может и работать, и на хорошем счету быть в нашелство, и в то же время смеяться и подрунивать над своими коллегами и бредом, ему ничего за это не происходит. Вот. То есть есть какие-то элементы зависти, на мой взгляд. Соответственно, зависть, это то, чего не хватает вам, если это зависть, это то, чего не хватает вам, и, соответственно, тут тоже можно как-то подкорректировать, тоже можно подумать, почему вы не говорите то, что думаете. Не в такой, конечно, в степени, как он, но, тем не менее. Дальше. Следующий момент, который я хотел бы вам донести. Вы говорите, значит, так, значит, он обормочит себе под нос, громко это делает, мешает другим работать. И, ну, тут момент, да, то есть, что у вас за работа? Опять же, если работа требует, действительно, концентрации такой сильной, то здесь, опять же, проигрывает вся компания, вся фирма в том, что позволяет человеку вести себя таким образом. Это с одной стороны. С другой стороны, с другой стороны, если ваша работа, ну, если ваша работа не требует такой концентрации, то можно задать вопрос, насколько вы увлечены своей работой, что вам можно помешать ее делать. Ну, то есть, тут, опять же, вопрос больше ориентирован на вас. Далее. Самое неприятное, вот подчеркиваю, самое неприятное для меня, то есть, он может сказать, типа, какие у тебя толстые ноги. Или попа в этом платье. И вы называете эти вещи абсолютно оскорбительными, при том, что в своем дополнении вы пишете, значит, я сама знаю свои недостатки, не нужно громко на них указывать, при всех это просто оскорбительное поведение в отношении женщины. Нет. Нет. Здесь немножко все не так обстоит с точки зрения профессиональной психотерапии. Дело обстоит следующим образом. Оскорблением является, с точки зрения психотерапии, незаконно. Оскорблением является то, что задевает вас. То есть, вызывает какие-то неприятные эмоции. Неприятные эмоции может вызвать что-то, что в той или иной степени, по вашему мнению, вероятно, соответствует действительности. То есть, человек в некоторой степени говорит правду. Получается, что вы злитесь на человека за то, что он просто озвучивает то, что вы и так знаете. То есть, на правду. Почему вы считаете оскорблением то, что соответствует действительности, исходя из вашей реакции? Ну, если вам что-то не нравится, измените это. Если вы не хотите это изменять, то примите, просто примите то, что есть и согласитесь с человеком, скажите, да, у меня толстые ноги. Потому что, если человек хочет над вами подтрунивать, если человек хочет над вами смеяться, то ваша негативная реакция только лишь мотивирует его делать это снова и снова. Потому что именно для такой реакции он это и делает. Но, если вам это неприятно, значит, у вас есть комплексы, у вас есть проблемы в принятии себя. Потому что для человека, который принимает себя с точки зрения психотерапии, оскорбить нельзя. Другое дело, что с точки зрения закона, оскорблением является то, если являются сведения, поручившие честь и достоинство личности. Оскорблением. И в этом смысле, если вас это не задевает, но вы считаете какие-то моменты неприемлемыми, причем это именно на уровне интеллекта, это именно на уровне этики, это именно на уровне когнитивном. Да? Вы можете за это понять на человека в суд. Вот. А так, получается, что вам какие-то вещи неприятны, вместо того, чтобы разобраться в себе, почему они вам неприятны, вместо того, чтобы разобраться в том, а что же, собственно, есть оскорбление, да, вы просто говорите человеку, что он ведет себя вот так. Да, понятно, что это некрасиво говорить такие вещи. И понятно, что любой воспитанный человек не стал об этом говорить. Но, раз такое происходит, раз с работы вы увольняться не хотите, раз начальство вам не помогает, пока. И раз человек сам уходить с работы не хочет тоже, то получается, что ситуацию вы изменить не в силах, а значит, нужно менять свое к ней отношение. И именно изменение отношения, изменением отношения является то, о чем я говорю. Понимаете? Принятие себя, повышение уровня принятия себя и снятие негативной реакции на то, что человек вас, к примеру, вот так вот, как вы говорите, оскорбляет. Хотя, на самом деле, это и не так. Еще раз, если человек что-то говорит и вас это задевает, значит, он говорит в той или иной степени правду. И, если вам именно на чувственном уровне неприятно, это говорит о том, что вы себя не принимаете и что вы не выработали отношения к каким-то своим аспектам. Другое дело, если человек вам что-то говорит на уровне чувств вам все равно, но вы считаете такое поведение неприемлемым и недопустимым. В этом случае, это уже совсем другая история. То, что я говорю, не означает, что вы должны каждому позволять как-то вот обращаться с вами в той или иной степени по-хамски. Дальше. Дальше. Конечно, он говорит в кокусстве не только мне, но и другим, и мы также его в ответ высмеиваем. Вот, видите, где-то же идет игра. Мы и они. Мы и он. То есть, это игра, это объединение, объединение в группе, в различной группе. Вот. Так. Значит, дальше. Так. Он говорит в кокусстве не только мне. Делать вид, что ему плевать, на самом деле это похоже на какую-то скрытую агрессию к людям и постоянно все охаять. Ну, агрессия – это защитная реакция. Вот. При том, при всем он далеко не драк. Так, тут вы описываете, что делать с таким человеком, какую линию поведения с ним выстраивать, реально ли поставить его на место. Ну, поставить на место его может только начальство и только при наличии доказательств. Вот. Линию поведения нужно брать абсолютно индифферентную, то есть безразличную. Ну, только так вы можете достать подпитывать человека тем, что он получает, ведя себя таким образом. Дальше. Так. Уходить он сам не планировал. Так, так, так. Вообще это особо серьез. Это не воспринимать. Так. Значит, конечно, не мне, а им приходится терпеть. Вот опять терпеть этого человека. Если вам нравится ваша работа, если у вас есть ценность этой работы, если вы увлечены своей работой, своей работой, я уверен, вас не вызвал бы какой-то там несчастный человек, который просто пытается быть более значимым, чем он есть на самом деле. Так что здесь вопрос в том, насколько вам нравится ваша работа, насколько вы делаете то, что вам хочется, насколько вы вообще реализованы и удовлетворены своей жизнью. Потому что его вы не поменяете, а вот себя изменить вполне можете. Дальше. Так. Значит, на работу ходить уже стало неприятно. Вот опять же, на работу стало ходить неприятно. Почему? Потому что на работе вам напоминают о том, от чего вы, вероятно, бежите. И чтобы вы не готовы встретиться лицом к лицу. Даже несмотря на то, что вы говорите, что я прекрасно знаю свои недостатки. Очень похоже, знаете ли, на рационализацию. Просто на рационализацию. Дальше. Так. Вы пишите, что я работал с мужчинами. Такого мерзкого поведения, особенно оскорбительных компонентов, куда я вообще не встречал. Ну, про оскорбление я уже сказал. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.